Ну что же, пятый раунд. Пока, на мой взгляд, преимущество довольно бесспорное. Преимущество у Гамлета Петросяна. Должен он помнить, что, еще раз повторю, что, наверное, чуть больше ему нужно сделать на ринге для победы, чем его сопернику. Хотя, Сидрик ведь у претендента, по сути, он должен атаковать, он должен выкладываться. Но надо помнить Петросяну, что он дерется в гостях. Он дерется в гостях против небитого француза. Вряд ли захотят при прочих равных. Истуждать судьи Сидрику Витю первое поражение. По-прежнему очень сосредоточен, сконцентрирован Гамлет Петросян. Не знаю, насколько он вынослив. Хорошо слева и справа, смотрите, снизу атакует апперкотами. Такая очень удачная серия апперкотов со стороны Петросяна. Вот сейчас слева, конечно, зря он пропустил. Удалось Сидрику Витю охладить пыл чемпиона вот этим левым боковым, таким размашистым. Я думаю, выброшенным уже скорее от отчаяния, из глухой обороны. Осыпал его, кормил его Гамлет Петросян этими апперкотами, но удалось все-таки огрызнуться Сидрику Витю и насадил им немножко чемпиона. Вот такой очень тревожный промах у Гамлета Петросяна. То есть впечатление, что чуть-чуть подустал все-таки армянский боксер. По-прежнему всаживает и мощные боковые апперкоты, но не так часто он уже бьет и не хватает резкости этим ударом в концовке пятого раунда. Да, устал. Заметно устал Гамлет Петросян. Хватает вот ухту. Ну что же, пятый раунд. Вот благодаря той серии апперкотов, наверное, победил в этом раунде Гамлет Петросян. Но давайте посмотрим эту атаку. Очень хорошо пошел с суперкотами Сидрику Витю Петросян. Вот здесь этот левый боковой, конечно, совсем не обязательный. Итак, пять раундов позади. Бой за звание интерконтинентального чемпиона по версии IBF. Защищается Гамлет Петросян. И очень у него непростой соперник, амбициозный молодой француз. Пока удается Гамлету его осаживать, его останавливать, его попадать. Но насколько хватит силы чемпиона, все-таки 32 года, это не шутка. Предыдущий бой довольно непросто складывался для Гамлета Петросяна. С небольшим отрывом в судейских записках он победил своего соперника. Колумбийца Джона Беррио. Очень был близкий бой. Пока, на мой взгляд, довольно уверенно должен вести Гамлет Петросян по очкам в этом поединке. Несколько озадачен, по-моему, Сидрик Витю. Неужели не ожидал он, что таким опасным, таким крепким орешком окажется Гамлет Петросян? Уже рассчитывал на более легкую, на более легкий поединок. Ну, не бывает легких чемпионских боев. Чемпионами так просто не становится, как правило. В данном случае это правило действует на все 100. Достойный чемпион во всех отношениях Гамлет Петросян, и пояс он сегодня отдавать не намерен. По-прежнему вызывают у меня вопросы выносливость Гамлета Петросяна. Ну, вы знаете, и француз уже не так свеж, как в начале боя. Много он пропускал. Собственно, это написано у него на лице. На лице некое недоумение. И Сидрик Витю. Хорошо джебом действует Гамлет Петросян. И по-прежнему успешно пробивает в разрез правый прямой. И этот раунд я бы присудил чемпиону. Как же так защищается Сидрик Витю, что удается находить щелку в его блоке. Постоянно Гамлету Петросяну. И постоянно он просачивается в этот блок своими правами прямыми. И раз за разом дергается голова претендента. Петель Дионтов. Петель Дионтов. Продолжение следует...